Ну, раз вы уже заговорили про Международный валютный фонд, мне интересна просто ваша личная позиция, потому что вот такая очень серьезная зависимость от западных организаций международных, вот не только от Международного валютного фонда, и от других организаций, которым мы должны, от различных фондов, у нас возник как раз период Порошенко, когда он был президентом. Как вы вообще смотрите на утверждение, что сегодня мы находимся под серьезным, не просто влиянием, а, наверное, под руководством фактически Запада? Я не соглашусь с вами. Во-первых, мы можем с вами поднять цифры, и вы увидите, что пиковый долг рост при двух премьер-министрах, Тимошенко и Азарове. Ну, это уж точно никак не Порошенко. И самый большой рост именно по процентному увеличению... Это вы сейчас говорите о долгах или о влиянии? О долгах. Вы просто сказали, чтобы Украина при Порошенко попала в большую зависимость от финансовую, от этих организаций. Это не так. Наибольшую зависимость мы попали при Тимошенко и Азарове. Вы видели, кому вы сколько должны? Да, вы видели, что там самый большой столбик на диаграмме. Это речь идет о фонде, с которым заключала, подписывала угоды, так называемая, госпожа Ирейска, благодаря которым сегодня каждая третья гривна подлежит тому, чтобы мы ее отдавали, да, которую мы заработали. Ну, при определенном росте ВВП, который нам не светит. Ну, то есть вы считаете, что это нужно было подписать, потому что я так была... Понятно, что нам не светит рост ВВП. Это из-за того, что государственный чиновник, когда подписывал эту ересь, которую она подписала? Ересь от ереська? Смотрите, смотрите, да, смотрите, я не ереська. Я лично это не подписываю. Мне интересно ваше мнение, потому что даже ваши бывшие соратники называют сегодня эти договоренности преступными. А вы сами как смотрите? То, что она подписала, это вообще на пользу Украине? Ну, вот когда слово преступный звучит, это все равно как говорить о договоренностях Тимошенко с Путиным, о том, что они преступные. Они неудачные, но за это Тимошенко судили, а это невозможно. Ну, она плохо провела переговоры. Ну, окей, так бывает. К сожалению, я думаю, что можно было провести лучше переговоры в случае Ереська. Она провела их так, как провела. Она их не просто плохо провела, она их явно провела в пользу иностранных фондов. Но тут же... Я бы не сказал так. Я бы не сказал так. Если бы, на самом деле, давайте не забывать, что Украина тогда реструктуризировала свою задолженность. И иностранным... Любому. Поставьте себя, вот вы кому-то одолжили денег, вам выгодно, чтобы вам вернули деньги здесь и сегодня. А если вам говорят, давайте мы вернем деньги позже и когда-нибудь, то вы, конечно, будете ставить условия. И вы не скажете, да, конечно, позже и когда-нибудь, да еще с дисконтом, да еще без всяких проблем. Я не думаю, что вы так поступите. То же самое там. То есть вы считаете, что... Смотрите, что у нас возникает. Обычно банковские договоренности, да, кредиты – это долг плюс проценты. У нас же почему-то это выливается в требования создавать антикоррупционные какие-то органы. В то, что работники НАБУ постоянно пишут там с отчетами, американские и другие посольства рассказывают, что у нас происходит. Нам рекомендуют, кого нужно назначать на эти антикоррупционные органы. На нас давят, чтобы мы разрешили им прослушку или еще что-нибудь сделали и так далее. Вы все... Конечно, мы долги не отдаем, Наталья. Если бы мы пришли и сказали, мы вам отдаем долги, которые мы вам должны... Я не понимаю, а 17 миллиардов мы собираемся вот сейчас отдавать кому? Какие долги? Мы опять не собираемся, так в том-то и дело. Если бы мы могли спокойно смотреть в завтрашний день и сказать, мы сейчас в этом году, у нас никаких нет проблем, мы всем все отдаем. Вот кому мы были должны. Вот наш график, он нам абсолютно нормально. Экономика работает, налоговое поступление есть. Мы спокойно со всем этим рассчитаемся. Никто бы от нас ничего не смог требовать. Но мы не можем это сделать. Более того, мы увеличиваем дефицит. Последний госбюджет, дефицит увеличен до 300 миллиардов гривен. При том, что общая расходная часть 1 триллион 200. То есть каждая четвертая гривна у нас в расходах из воздуха, из дома, которому мы должны у кого-то одолжить. В таких условиях нам будут ставить, выставлять требования. Это, к сожалению... Вы так говорите, мне так любопытно это слушать. Алексей, вы так говорите, как будто вы где-то находитесь в стороне этого процесса. Есть какие-то негодяи, которые там что-то не отдают и не умеют управлять страной. А вот вы, просто, конечно, если бы вам дали, то вы бы смогли. Но на самом деле, еще недавно было 5 лет президентства Порошенко. Членом фракции, которым вы и тогда являлись, и сейчас являетесь. Однозначно. Да, ничего эти 5 лет, кроме колоссальной коррупции, колоссальнейшей, которая спокойно могла бы закрыть, если бы закрыть эти дыры, в которые свистели деньги украинские, украинского налогоплательщика, то нам не нужно было бы от раньше. Это неправда. Вот давайте я отвечу вам свою точку зрения. Вы же со мной и меня интервьюируете. Значит, отвечаю вам. Никого нет вроде пока. Ну, вроде да. Поэтому послушайте тогда мою точку зрения на этот вопрос. Вот все эти мифы я слышал годами. Война идет, потому что Порошенко наживается на ней. Год нет Порошенко, почему-то идет дальше война. Видимо, на ней наживается теперь Зеленский. Что у нас такие вот дыры, что у нас госбюджет и только на таможне 200 миллиардов гривен воруются по карманам в год. Стала у нас новая власть. Баканов глава СБУ контролирует таможню. Назначили новых таможенников, новое правительство. Поступление от таможни что сделали? Упали. Не то, что они не набирали эти 200 миллиардов, а упали. Алексей, ну кто хотите мне сказать, что тогда воровали и сейчас воруют? Ну да. Каким образом? Я хочу вам сказать, что если вы говорите, такая колоссальнейшая коррупция, если все это правда, то значит сейчас коррупция стала еще больше. Сейчас коррупция стала существенно больше. Каким образом? Вот дайте мне привести один пример. Каким образом это переводит стрелку с тех системных проблем, которые были заложены во время Порошенко? Да, мы еще с вами поговорим о Зеленском. Окей. Но я просто говорю о том, что вот эти системные колоссальные проблемы, проблемы зависимости от западных государств, причем бессмысленной зависимости, они нам не помогают даже так, как, скажем, помогали Грузии. Но Грузии было проще помочь. Грузия дал там 2 миллиарда, 3 условно говоря, да, и она может решить много проблем. Она маленькая. У нас, естественно, побольше надобности нашей. Но колоссальная коррупция, незаконченная война. Но это вы говорите про колоссальную коррупцию. Еще раз повторюсь вам. А ее не было? Я сберу цифры. А ее не было? Она была. Я не считаю, что она была. Она была меньше, чем при Януковиче, и она меньше, чем сейчас при Зеленском. Вот что я вам говорю и что я считаю. А, пожалуйста, привожу вам цифру. За первый квартал этого года все антикоррупционные органы Украины, это не только НАБУ. Это НАБУ, ДБР, СБУ. Подождите. Алексей, вы говорите, логика Л. Смотрите, вы говорите, что при Порошенко коррупция была меньше, чем при Януковиче. И дальше, за первый квартал этого года, где здесь Порошенко, я сказал при Януковиче и при Зеленском, и дальше аргументируя при Зеленском, говорю, что за первый квартал этого года все антикоррупционные органы дали 14 тысяч гривен за первый квартал. Что ни говори о генпрокуроре Луценко, он возвращал в государственный бюджет миллиардами, а не 500 долларов на все органы, которые есть за три месяца, из которых, как оказалось, еще больше 100 долларов – это штраф самого посытника, который он сам заплатил. Луценко когда-то разве возглавлял антикоррупционные органы? Мы говорим про антикоррупционные органы. Извините, если вы, Наталья, ну, я думаю, что вы в курсе, что фактически всю систему органов, которые борются с преступностью в Украине разнообразной, возглавляет офис генерального прокурора и генеральный прокурор. Он имеет координирующую роль для всех этих органов и ведомств. И роль генерального прокурора здесь ключевая. Вы знаете, если мы не будем говорить о деньгах Януковича, которая, знаете, это очень такой разговор, как это сказать, Янукович или это были деньги, насколько это… Какая разница, но они пришли. Ну, может быть, вы вообще у другого человека конфисковали. Да какая разница, в государственный бюджет пришли деньги. А давайте… А тут сейчас наши антикоррупционеры… Давайте мы у вас тогда заберем, давайте мы у вас заберем. Если я совершил коррупцию, забери же у меня. Какая разница… Понимаете, если по решению суда меня в этом уличат, конечно, надо забирать. Но только такого нет, слава богу. Возвращаясь к деньгам Януковича. История, как бы, я думаю, что это там еще не поставлена точка. Этим занимаются европейские суды. И деньги ли это Януковича? Куда они ушли? Я думаю, и где они оказались? Я думаю, что это еще разговор в будущем. Но вот сами антикоррупционные органы, так называемые, которые мы знаем, это НАБО, это САП и ДБР, они… НАБО за четыре года существования при Порошенко собрало… Там, как кот наплакал, вы знаете, две копейки. Ничего они никому не вернули. Их содержание в десятки раз больше нам обошлось, чем то, что они вернули государству. Очень слабый менеджмент, и которого надо срочно выгонять. Сытника, который на самом деле… А почему вы не выгнали за четыре года? Ну, у вас же было четыре года. Почему вы не выгнали? Ну, Наталья, наверное, все-таки не всем по адресу вопрос. Да, я народный депутат от БПП. За свои голосования все я отвечаю. Задавайте мне о них вопрос. Почему не выгнали Сытника? Точно, что вопрос не ко мне. И все-таки при нас Сытник не был. Сытник не был при нас официальным судом, признан коррупционером. А как сейчас, он продолжает после этого четыре или пять месяцев сидеть в своей должности. Может, вы его просто прикрывали? Как ни в чем не бывало. Я не знаю, я его не прикрывал. Понятно. Но вы же знаете, что депутаты – это политическая ответственность и за деятельность правительства, и за деятельность. Конечно. Поэтому я, Наталья, пошел на выборы. Ни в списке, ни где-то еще. Прошел, пошел туда. Люди меня избрали, я снова избран. Значит, люди посчитали, что я достоин там быть. Если в следующий раз посчитают, что не достоин быть, дадут мне, извините, ногой под зад и вылечу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...